Победа Великой Отечественной войны В пользуясь случаем я вас поздравляю с этим великим праздником Это величайшее достижение Советского Союза И подводя итоги, почему получилось так, что Советский Союз выиграл А Германия в этой войне, как ключевая страна, проиграла В первую очередь потому, что столкнулись две системы Система диктатуры пролетариата и система диктатуры буржуазии И Советский Союз одержал победу в первую очередь потому, что уже к этому времени Таллин осуществил ленинский план построения социализма первоначально в одной отдельно взятой стране Мы по этому плану подробно говорили на 4-й международной научно-практической конференции Но по этому плану были решены такие ключевые вопросы Это понимая, что кругом враждебное окружение капиталистическое Поэтому нужно было построить такую промышленность, которая превосходила И такая задача ставилась Превосходила и выпускала лучшие в мире мировые образцы Для этого занимались и кадрами Когда всех неверующих, кто не верил в отечественную промышленность Советский народ были освобождены от занимаемых должностей И поставили те, кто готов был бороться за выпуск продукции лучшей в мире И была организована переподготовка кадров Прекался лучший зарубежный опыт Все, что было лучше в мире, бралось на вооружение Советским Союзом И к концу 30-х годов Советский Союз перестал быть зависимым от зарубежных поставок Поскольку к концу 30-х годов достаточно промышленность уже набирала большие обороты И приоритет был дан государственным программам, которые успешно осуществлялись Великая Отечественная война началась из 41-го года, когда непосредственно Советский Союз Вступил в военные действия Началась в 38-м году Когда по Мюнхенскому договору был уже план раздела Чехословакии И она вошла полным ходом И Германия, как достаточно оснащенная в техническом отношении Достаточно сильная в армии своей Конечно, она одерживала победы И за короткий срок Европа была уже под Германией Да, пошли уже военные действия с Советским Союзом То здесь толкнулись с достаточно мощной обороной Советского Союза Но поскольку превосходства Германии было значительно больше Поэтому она одерживала победы И продвигалась по территории Советского Союза И по другим ключевым направлениям И поскольку вот эта мобилизация всего народа, промышленности Продолжалась и после начала военных действий То постепенно наступал перелом Благодаря победе социализма И понимая, что это не чья-то собственность олигархов Да еще, как сейчас у многих в обшорных зонах А это общественная собственность Государственная собственность И за свою социалистическую собственность Под руководством своей партии Партии рабочих Коммунистической партии Советского Союза Стали одерживаться победы Одна за другой Промышленность Промышленность уделялась самое большое значение Это сейчас часто Мы слышим технопарки создать Так вот, первые технопарки Наверное, создал в первую очередь Товарищ Сталин Когда Те же технопарки Как сейчас принято Оставалось производство здесь Вывозились Вывозились предприятия Эвакуировались на Урал В Сибирь Оставляя здесь Производство И Оно росло Причем за годы войны Казалось бы Выпускали с каждым годом Все больше Танков Самолетов Ракет Всего остального А военный бюджет Из года в год Сокращался Это В первую очередь За счет Научно-технического прогресса Производительности Труда Конечно Патриотизма Народа И Великое Отечественное войне Советский Союз показывал Что Социализм Гораздо Предпочтительнее Не только в мирное время Но и в военное время Так Например Танк Т-34 Был Самым лучшим в мире Создан Как танк Но в начале войны Он имел Одни показатели А к концу Великой Отечественной войны Он стал Два раза Лучше Это и по огневой мощности И по проходимости И появился Дополнительно Еще один Член Экипажа Но он еще стал Не только в два раза лучше К концу войны Он стал еще в два раза дешевле Это вот такие же Технопарки Где были созданы Ученые Где тут же было Организовано Производство Это было применено В Советском Союзе При Социалистической системе Ведение Хозяйственное Так появились И Катюши Так появились Артиллерия Лучше Самолеты И так далее То есть Советский Союз Доказывал Таким образом Что Социализм Более прогрессивный Строй И В результате Этого Советский Союз Одержал Победу В Великой Отечественной войне И Сейчас Сказать Что Какие-то страны Не отмобилизованы Не готовятся 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 Все Работают Во всех странах И специальные службы И Разрабатываются Государственные программы В своих Национальных Интересах И Мы видим Как Развивается Китай Китай Который Набирает Мощь И как Хоть и смешанная Там Экономика Но Это Ближе Страна Социалистическим Странам И Она Является Такой Поэтому Китай Разными Быстрыми Темпами Развивается Чем Развиваются Капиталистические Страны И Вот Кризис В том числе И вот этот Последний Показал То Это Валовый Внутренний Продукт Как основной Показатель Другие Показатели Пошли Вниз Многие Получили Минус А Китай Дал Около Девяти Процентов Это Показывает Предпочтение Социализма Перед Капитализмом И В автомобильной Промышленности Уже Этот Вошел В тройку Самых Больших В мире Автомобильных Держав Выпускают Где-то Около Десяти Миллионов Машин Стокер Сколько Примерно И США Столько Примерно Сколько Япония Выпускает А У нас После Контрреволюции Девяносто Первого Года Достаточно Сильные Комбрадоры Которые Тоже Извлекают Прибыль Но Комбрадорская Борусская Извлекает Прибыль В первую Очередь За счет Разрушения Отечественной Экономики И В лучшем Случае Внедрение Зарубежных Брендов Когда Внедряют Зарубежные Бренды Мы Становимся Наша Страна Становится Достаточно Зависимой От Зарубежных Поставок И Те же Автомобили Которые На которых Были Установлены Катюши Которые Перевозили Народные Хозяйственные Грузы Которые Перевозили Вооружение Военные Которые Перевозили Хлеб В наш Город Это Были Отечественные Если Отдать Зарубежным Компаниям То В случае Каких-то Обострений Ситуации То В любой Момент Прекратят Поставку Запчастей Обслуживания И Парализованы Будем Поэтому Сталин Как Главнокомандующий Великой Отечественной Войне До Войны И во Время Войны Ставил Задачу Чтобы Советский Союз Был Независим И Приоритет Отдавался Промышленности Даже Если Взять Сейчас Самолеты В случае Военных Действий В первую Чуть Будут Перебрасываться На Самолетах И Техника Люди И Конечно Вся Техника Требует И Обслуживания И Запчастей И Диагностики И Оборудование Навигационное Когда Это все Зарубежные Поставки В любой момент Это прекратится И Я вот Работая Еще С Григорием Васильевичем Романовым Даже Насколько Разведки Мощно Работают Что Машины И то Мы раз в неделю Прокручивали Что Чтобы Не было Там Жучков И Тем более Когда Попытались Взять Первые Мерседесы То Уже Был сигнал Что Как бы Эти Мерседесы Не были Начинены Тем Чем Не должно Быть Когда В таких Масштабах Идут Зарубежные Поставки То это Конечно Настораживает На то Что Делается Так Что Наша Страна В этом Плане Ослабевает Поэтому Роль Роль Первого Лица Государства Сталина В Великой Войне Она Величайшая Роль И Она Действительно Показала И преимущество Социализма И преимущество Диктатуры Пролетариата И Ни одна Страна Не смогла Быть Тягаться С Германией Кроме Нашей Социалистической Советского Союза Спасибо Вася Николаевич Так Пожалуйста Переходим К вопросам Михаил Алексеевич Готов Пожалуйста Овнокомандующий Верховный Председатель Государственной Какой должности Председатель Правительства Нет Государственный Комитет Обороны Государственный Комитет Обороны Разве не он Он же И С Паркомом Обороны Он был Какой-то Период По крайней мере В начале Войны Было непосредственно Да Реально Было Председатель Сонар Кто Молотов С пристрастием Выяснение Существенных Обстоятель Сонар А что Вообще Государство Сейчас Скажешь Кто из себя Представил Государство Аппарат Принуждения Что Форма Диктатуры Пролетариат Кто возглавлял Первое лицо Компартии Тот и был Главой Государства Разве форма Партии Разве форма Диктатуры Пролетариата Руководящая роль Коммунистической Партии Была Была А государство Какой У нас Власть Была Советская 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 Форма Диктатуры Пролетариата Нет Не парламентская Это Советы Организационная Форма Диктатуры У нас Был Верховный Совет Вот Верховный Совет Вот Верховный Совет Он И являлся Парламентом Нет Верховный Совет Верховная Советка. Совет, это не парламент. Верховный Совет. Вообще-то он фактически был парламент. Тогда еще не было и жителей Михаила Васильевича полностью. Мы когда... Когда вот отмечалось 100 лет... 100-летие российскому парламентаризму, вот в той книге, которую мы получили с Михаилом Васильевичем, а мы как раз были на праздновании 100-летия, Тумы. Так вот, мы как раз посмотрели, что парламентаризм за 100 лет он не прерывался. Только в советское время. В советское время это носил как Верховный Совет. Но надо сказать, что там даже признавалось, что вот сейчас рабочих нет в нашем парламенте. А вот до 17-го года их рабочие были представлены в парламенте. Как в Думе. Как в Думе. А в Верховном Совете рабочих как класса было представлено подавляющее большинство. А кто Верховный Совет и какой орган возглавлял в войну? Верховный Совет кто возглавлял? Какой орган? Орган? Ну вот советы государства, да? Вот государственная машина это советы были. Вот советы эти кто в ограве этих советов-то? В Главе Совета не надо. Я такой вопрос не задавал. Верховный Совет кто возглавлял? Верховный Совет можно так сказать рабочие органы возглавляющие Верховный Совет Верховный Совет Сталин. Президиум. Верховный Совет А президиум. Верховный Совет кто возглавлял? Президиума Верховного Совета кто возглавлял? То, что это было я помню достаточно много Ординар потом Подгорный потом Подгорный был не войну Калинин Иван Михайлович Калинин Главой государства шоветского был Калинин в годы войны Главой партии был Сталин и Главой правительство а Главой государство был Калинин Точнее высший орган Ну строго говоря в войну А Верховный Совет как глава? Главой государства был в войну Вообще все может Да Так можно сказать А каково? Вот поскольку ГТО был Виктор Ваш Это правильно понимаю что вы говорите что главой государства был Калинин то есть Верховный Президиум кто возглавил президиум Верховного Совета Можно так даже Нет Вообще Михайлович правильно Когда образовали Государственный комитет обороны во главе Которого стал Сталин то Сталин стал и главой государства То есть во время войны себя власть А как вот я не очень понимаю как главой как главой государства Я власть Государственный комитет обороны Я вас перед воюем Алло 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 Помни друг Главой государства был такой Ну ГКО был главный орган Он же был оформлен Оформлен Я думаю Президиум Верховного Совета Наверняка Не знаю Я думаю А там все аккуратно оформлялось А вот Встретились Черчилль Розвельд и Сталин Сталин в этой роли как первое лицо государства был? Естественно Как председатель правительства Президиум И первое лицо государства Черчилль тоже был премьер-министр Ванна Глей как бы королев Черчилль это парламентская республика Европа Европа это парламентская И Черчилль как председатель парламента он является первым лицом премьер-министром Как премьер-министр он встречался а то что председатель парламента этика я отвечу Есть книга Аппарат Гавшина слушает. Товарищи Гавшина, а не Гавшина. Видите, нету. Видите, такого здесь нет. Пожалуйста, еще вопросы, Борис Николаевич. Вы не туда попали, не потому телефону звоните. Вы не по тому телефону звоните. Да, конечно. Вы не потому телефону звоните. Так еще. Видите, здесь нет. Утали номер. Так, спасибо. Пожалуйста, кто желает выступить по теме. Иван Михайлович, Борис Николаевич, может присесть. Спасибо. Спасибо вам. Ректор, если позволил. Еще заключительное слово. Я, вот, буждая, вынужденно по просторам интернета, вот вижу, что большая путаница царит в умах по поводу того, с кем же мы все-таки воевали. Значит, и что такое фашизм? Часто путаница идет фашизм, национализм, доходит там до того, кто там про евреев плохо думает, это уже фашист. На самом деле фашизм, это по определению Димитрова, открытая террористическая диктатура крупного преимущественно финансового капитала. Про национализм там ничего не сказано. И если в Германии фашизм имел оборочку национал-социализма, то в других странах, в частности на родине фашизма, в Италии, он такой оборочки не имел. Никто не говорил о прямой исходстве итальянцев, или испанцев, или португальцев, либо другой какой-либо фашистской державы. Более того, скажем, в Чили в начале 70-х годов националистом был скорее Сальвадор Агенде, который национализировал крупные американские корпорации, анаконды, АТТ, еще какие-то. А фашист Пиночет, сменивший его, он наоборот, эти корпорации отдал назад. То есть вверг себя никак не как националист. Интернационалист. Типа того, да. Интернационалистом в каком-то смысле, кстати, был и Гитлер. В дивизиях СС воевали практически граждане практически всех покоренных Гитлером государств. В том числе был корпус казачьей СС из этнических русских составлен. Была русская освободительная армия. Ну, это как бы иностранные казаки и белые мигранты, но все равно этнические русские, которые считались и православными, и русскими, и шли в Россию как все домой. Вот. Так что вот это вот анационализм вообще говоря, это политическое течение буржуазии, направленное на защиту национальных рынков сбыта. В этом смысле типичное националистическое учреждение – это таможня, и типичная, так сказать, националистическая мера – это повышение таможенных пошлин на ввозимые автомобили. Это проявление национализма в чистом виде. Но не фашизма. Это первое, что я хотел бы довести. Потом. Вот нередко говорят о том, что какие-то внешние формы, общие и мера – советская власть и режим в Германии. Красные знамена, использование слова «социализм», вплоть до празднования 1 мая, которые в фашистской Германии отмечались и так далее. Но вот в чём вот всё-таки, так вот, в том числе и за счёт своего опыта общения с нашими фашистами, в том числе с баркашовцами, я общался в своё время достаточно много. Вот в чём вот разница всё-таки диаметральная? Вот так вот. Это коммунизм – это идеология рабочего класса. И он направлен на то, чтобы максимально втягивать рабочих, самые широкие сраи рабочих в управление государством. Самые от старых рабочих в том числе. Самых неграмотных учить управление государством. Вот фашисты ребята, за них есть достаточно симпатичные ребята, которые хорошо и к Советскому Союзу относятся, и даже хорошо и к Ленину относятся, и к Сталину. Но в чём у них водораздел, в чём у них мозги на беквень? Вот должна быть пирамида, должен быть вот очень умный такой суперэлитарный вождь. У него должны быть тоже очень умные, очень ответственные соратники. Вот это суперэлита, значит. И вот сверху вниз вот так идёт врасль. Эти соратники, значит, они подбирают внизу. То есть врат идёт врасль идёт не сверху, а снизу. И вот в чём это выразилось в фашистской Германии? Ни сверху. А? Не сверху. Нет, сверху вниз. Сверху вниз всё идёт. То есть наверху самая власть так идёт сверху вниз. Значит, нижние соратники подбирают себе соратников более низких, те, в свою очередь, более низких. И так вот власть. Сверху. Да, 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 сверху. В чём это выразилось в фашистской Германии? Вот чем объясняются наши первые неудачи войны? Конечно, за 10 лет пробежать то расстояние, которое другие страны пробежали за 100 лет, как вот Сталин говорил, это очень тяжело. Несмотря на карасальный рывок в культурном развитии, который сделала наша страна, вот я читаю книгу Эльмеева о преодолении и разделении труда, ещё в 1949 году на Невском заводе в Ленинграде около половины рабочих имело образование 4 класса и менее. Это в Ленинграде на самом современном Невском заводе. В 50-х годах, вот я знаю просто со слов товарищей, в армию призывались ребята, русские, причём не с окраин откуда-то, а из глубины России, полностью неграмотные, не умеющие читать и писать, и которые только в армии в первый раз увидели чистую простыню, вообще простыню увидели в армию. То есть такую махину, как Россия, её сразу не раскрутишь. И, как говорил один из авторов, одной из причин наших неудач первых месяцев войны было то, что советскому красноармейцу, имеющего в среднем, как этот автор пишет, но они проявляют 4 класса образования, противостояв немецкий пехотинец 10 классами образования. И это сказывалось. Немецкие танкисты, надо сказать, превосходили наших танкистов в начале войны в среднем. Немецкие лётчики превосходили наших лётчиков. Немецкие пехотинцы, младшие командиры превосходили наших по инициативности, по грамотности, по умирости действий. Но, если в 1941 году потери по авиации были 6 к 1 в пользу немцев, то есть немцы, забывая 6 против одного нашего. Ну, это так и принято, значит, в небе над Сталинградом где-то это соотношение уменьшилось до 3 к 1. В небе над Курском посередине войны уже было отношение 1 к 1. В небе над Белоруссией в 1944 году 1 к 3. И в небе над Германией в 1945 году 1 к 6. Аналогично в танках, аналогично всюду все операции Великой Отечественной войны имели диркальное отражение. Как били нас в 1941, в той же Белоруссии, так же мы били в 1944, в той же Белоруссии, с теми же темпами шло отступление, с теми же катрами, из которых никто не вышел у немцев. И так же шло стремительное наступление в Германии в 1945 году, несмотря на то, что там было время подготовиться, вроде бы, всю эту элиту собрать. Почему? Потому что у нас, вот действительно, самые широкие слои, широкорассальное обучение прямо на оккупированных территориях людей, которые под немцами были неграмотных, тут же сажали на учебных полигонах за рычаги танков, им показывали все, и тут же все это вот, как можно более широкую массу обхватить, и это не могло не дать свои плоды. Все это заработало к концу войны, мы имели гораздо более обученную, и гораздо более, ну как профессиональное, здесь слово не очень годится, у нас была призывная армия, ненаемная, когда освобождая оккупированные территории, шел очень большой призыв. Уже не оккупированные территории. Там большой призыв шел, и, скажем, в ходе Хайковской освободительной операции все танкисты, убыли, естественно, и в людях, возобновлялись за счет призванных на оккупированных территориях. Бывших. Бывших оккупированных. Ну, кстати, один из немецких авторов, он вспоминает, там эсэсовцы сидели, значит, ну, в нашем недалеком ТРУ, значит, и там написано, наши сардаты, значит, с горечью наблюдали, как всего лишь в трех километрах от них, на формальной территории под Германией, вне, так сказать, досягаемости их пулеметов, проходил призыв в Красную армию. С красными знаменами, значит, со старами, на которыми там поднимались, и до нас, до их ушей доносился, как-то он так выражается, лучший хит векрута всех времен и народов, как родная меня мать провожара. Ну, это я не знаю, я не проверяю, это такой, вот. Значит, это вот второе, что вот это вот наш подход, что вот надо все время втягивать, как можно более людей в первом приближении, вроде как неграмотных, он сыграл. И вот в третьих, вот в чем все-таки значение нашей победы, значение в том, что, хотя движение к фашизму это закономерное движение капиталистического общества, это еще у Джека Лондона показано в романе «Железная пята». Есть такой закон, потому что, а почему, кто должен эту демократию поддерживать? Из какой стати? По мере угрупнения капитара, помимо перехода в Америку, вот сейчас они более-менее поддерживают, и то внутри только стран. Есть такая тенденция, тенденция есть, тенденция есть. Тенденция есть, вы выскажетесь потом, да, кстати, не перебивайте. Кто я вас буду перебивать? У меня лучше получится. Я громче буду перебивать это самое. И, значит, эта тенденция, она вот прозвучала вот у Джека Лондона, есть роман в 2008 году, еще вышедший «Железная пята», где, в общем-то, это наступление фашизма, оно как-то вот предсказано в меру его понимания, в меру развития тогдашней социалистической мысли в Америке. И вот шло, в общем-то, развитие этого фашизма, но вот оно спотыкнулось, и там фашизм был сломан хребет. И вот что мы видим? Если мы видим, что в начале, в середине XX века был вот этот наивысший подъем этого, а потом, как его сломали, значит, вот были агрессивные воды войны Америки, скажем, в Корее, во Вьетнаме. Это было серовое такое насаждение фашизма. Но оно ушло по нисходящей, выросла социалистическая система, была сломлена корониальное господство. И вот сейчас мы видим, что империализм, он военные серы, почти не имеет при всех своих технологических возможностей. Это видно на примере Северной Кореи, которая, находясь в состоянии войны с 17-ю мировыми державами мира, тем не менее, ведет себя как хочет. И вон тут утонул загадочный южнокорейский крупный боевой корабль, и все южнокорейцы, американцы им посоветовали говорить, что это у нас случайный имени, и все-все, ничего, мы никому претензий не имеем. Все хорошо у нас. Машина сама сгорела в дворе короткого замыкания. Вот. И мы видим, что потери там в 20, если во Вьетнаме 5,5 тысяч самолетов американцы потеряли и пережили это общественное мнение где-то как-то, сейчас гибель каждого десятка человек, она воспринимается так, что на крупную войну сегодня Америка не способна. Хотя в свое время страны НАТО вынашивали планы захвата, оккупации Советского Союза. Были такие планы, Михаил Васильевич, напрасно в годовой черриотах, дропшот, там все было расписано, сколько дивизий, в какой регион оккупационных и так далее, сколько бомб сбросить, на какой город. Все было разборно. Сейчас это вопросы так, по крайней мере, открыто не ставятся, и об оккупации как-то сейчас пока речь не заходит. Вот это, я думаю, главный итог нашей победы, когда был сломан хребет ударной силы империализма. Все, спасибо. Вот, я думаю, все в такой ситуации и с каждым годом все. И, то приходится победу-то еще завоевывать, отстаивать. Почему? Все пытаются украсть. У Розкова. У Розкова, конечно. Вот, существует нынче большая мировая литература, что основную тяжесть войны выйти. Это Америка, основная война была там, где Америки. Советский Союз это где-то тут на задворках. Очень сильно. И была Америка раньше войну, и закончила она ее раньше. А реально, вот, наши историки сейчас проделывают большую работу по тому, чтобы отстоять, что, да, действительно, в мировой войне, в значительной мере армия, советский народ. Ну и вот, скажем, Катынское дело тут все раскручивали, как будто не нашли другого времени. В масштабах мировой войны не такое уж оно крупное. Тем менее, кое-кто пытается доградить войну, выставить ее, как чуть ли не главное событие войны, особенно польская сторона. В том числе, даже такие, вроде бы, грамотные культурные люди, как знаменитый мировой режиссер Андрей Вайдал. Если война, вот, что немцы пришли, там окопили, это милость. Там, значит, с офицерами было что-то, что это, вот, ну, самое главное. Во-первых, во-вторых, вот, это вот представление о том, что с эскарами была слабая, поэтому немцы имели, значит, преимущество. Первые дни войны и вообще-то войны далеко внедрились. В союз, там, чуть ли не политгерои Сталин были в растерянности. Вот это большой миф и такая выдумка. Вообще, когда сильный государственный, на кого-то нападает, то оно на первом этапе не до преимущества. Почему? Те, на кого напали, все равно, они, как не готовились, все равно, они находятся, во-первых, какой-то, они не готовы. Во-вторых, если кто-то первый ударяет, по тому, которым ударили, у него голова, то иногда и тело отклоняется. Толщикам проверить. Теперь, значит, если мы вспомним войну Наполеона, то Наполеон начал войну 24 июня, эти 22-го, а Наполеон, значит, при Бородине битва была 8-го сентября и осажден был Питер 8-го сентября. То есть, Наполеон на лошадях еле-еле подъехал к Москве к 8-го сентября, а тут на танках, машинах, самолетах подлетели к 8-го сентября. Наконец, тогда Москву сдали, а не Москву, не Москву. Поэтому вот этот вот миф, я думаю, что его надо разоблачать, разоблачать и разоблачать. У меня маленькое возражение Иван Михайлович насчет лакономерности фашизма. Лакономерности, конечно, нет. А виталии, виталии, у нас она проявляется. У нас тем более. А вот то, что у нас проявляется, это вообще безобразие. Это вообще безобразие, потому что все время это вот самая главная провокация идеологическая, что у нас не проявляется. И нет. Из того определения, которое Иван Михайлович сформулировал. Поэтому у нас никакая пока не финансия капитала, а шантропа, они еще промышленность не наладили. О каком фашизме еще и речи быть не может. О том, чтобы о нем говорить. Это во-первых. Во-вторых, то, что является тенденцией, с чем отрицательные есть, в том числе, если есть импенция к скатыванию фашизма, но это не значит, что это самое выгодное для класса буржуазии форма правления. Самое выгодное вот так, которое сейчас есть. Тех, как дураков, облапошивают, все голосуют, участвуют в этом, на сраженные власти. А вот стал такую систему, которая поставила под угрозу капиталистическую формацию. И поэтому никто не хочет серьезные люди из буржуазии. Поэтому в этом смысле фашизм уничтожено поняли, что это плохая форма для того, чтобы держать рабочие классы. Поэтому знаешь, что это, дескать, вот и товарищи у нас понимают, что опять надо превратиться в датильный. И мы не случайно, кроме того, что это была отечественная война, это была война за демократию, в которой вместе участвовали Франция и с разной демократией. И за это воевали люди. Причем буржуазные страны и такие слабенькие, между прочим. Более в этом смысле сильные. Это тоже факт. Они, конечно, не за социализм воевали. Хоть правильно, что мы-то воевали за сохранение диктатуры рабочего класса, но уж не американцы воевали. Уж не Черчилль воевал, значит, не Англия воевала. И нам, конечно, поставляли военную продукцию, чтобы мы, значит, так социалистически... Поэтому я думаю, что война еще шла и за сохранение демократического разного строя против фашистской формы. Форма показала себя более устойчивой, более надежной. Для буржуазии форма и угнетение. Я хотел бы отметить вот другое. Где мы вообще ставим такие вопросы исторические? Мы ставим, если мы начнем опи... Нас, во-первых, за короткое время мы много не опишем. Ставим, а я думаю, что ставим эти вопросы извлекать для себя уроки. Сейчас у нас какой лозунг стоит в стране? Синдернизация. Какой раньше ставил лозунг? Это лозунг. А самые передовые рубежи на другие страны. В этом смысле детский лепет это то, что говорили, что вывели стать независимой страной. Независимой. Сильной. Которой во всех отношениях, во всех отношениях. Прежде всего в экономическом. Если на то, то значит в современный уровень. Жаться на современном уровне. То есть вот смотрим, какие сейчас французские, немецкие, вот и берем их. Когда мы их берем, они уходят вперед. Мы опять современные. Мы опять берем их, хвосты собираем. Значит, снова мы на современном уровне. Они опять уходят вперед. Это значит, вот тот лозунг, который сейчас должен быть все время в хвосте. Быть все время плестись в хвосте других стран. Вот значит, по отношению к Сталину, по отношению к нашей великой победе, наши, так сказать, руководители государственных уроков не извлекают. Люди были поумнее и по-клубже, смотрели, так сказать, процессы. И эти уроки надо. Не думать о том, значит, повесим мы блокады Сталина или не повесим. Не в этом же в конце концов дело. Они, значит, этим занимаются. Обсуждают там. Тоже Грызлов высказался против того, чтобы вешать плакаты Сталина. Не вешайте вы плакаты, но почитайте, по крайней мере, подумайте, как выиграли мы в этой Великой Отечественной войне. Пройдем вместе по парадам с нашими бывшими союзниками. Ну, прошли вы. Но вы будете думать когда-нибудь о том, а за счет чего мы выиграли-то? Как ставился вопрос государству? И не в том дело, что оно социализируется. Как должен ставиться вопрос государству, чтобы оно могло выиграть? Чтобы сейчас... Конечно, нельзя согласиться, что военная мощь. Еще какая военная мощь? Соединенные на Ирак шли. Ночью все выражены этими самыми ночными приборами. Ничего не невозможно было противостоять. Страшная сила. То есть тут можно говорить о другом, что есть уже сила Китая, есть сила России, которая в своей буржуазности, тем не менее, ядерное оружие. Поэтому так просто начать, так сказать, не получается. Когда корейцы пульнули в нашу сторону ракеты, то есть я думаю, что вопрос, конечно, такие вопросы исторически решаются. А у нас модернизации нет даже. Нету модернизации. Это свелось к тому, что пересаживание всяких... Раньше политические партии надо было 50 тысяч, чтобы их регистрировать. Модернизация. О, какая новость. Еще какие модернизации? Технопарк, это детский сад. У нас уже было. Интенсификация 90. Вот идите, в том углу показаны некоторые техники, образцы и роботы, и робототехника, которые позволяют что-то сделать. В углу, потому что заменялись так же плохо. В советские времена в конце Совета замена оборудования была очень слабой. Поэтому как была она слабой, так она продолжает быть слабой, не заменять. Нет никакой модернизации. Хотя лозунг модернизации, он, это лозунг хвостистого. Вот это бы надо было понять бы, извлечь, и вот из этой самой победы, из этого поразднования вынесли свой урок. И мы должны, если мы говорим, так и не ведем пропаганду, мы должны на это сделать акцент. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения ценность лекции Бориса Николаевича в том, что это у него ядро. Делал, так сказать, главный акцент не на модернизации, а по всем позициям и науке. Это должны быть все нацелены. И наука, и культура, и пропаганда, и государство, и государственная захватка, и инициатива. Инициатива должна снизойти тоже на это. А не то, что мы купим, по трубе перегоним, мы купим там это, купим то, купим все. Вот мы все купим, а, так сказать, когда надо будет поставить нечто вроде Катюши, не на что будет давить. И нам завтра все перекроют, и мы оставимся ни с чем. Мы великая страна, великая, то есть большая. Это маленькая страна, может туда-сюда купить, потому что она все равно такую задачу, как победить кого-нибудь, не может решать. Мысли такие в голову не приходят, там, в той же Голландии, в Бельгии, не могут прийти в голову, потому что никакая Бельгия ни при каком строе не может победить Соединенные Штаты Америки, и ни при каком строе она не победит Германию. То есть положение великой страны, то есть большой, в которой огромный народ, огромные ресурсы, огромная экономика, позволяет поставить вопрос именно так, как вот и ставили иллюзорические мысли. Ставила, как Сталин ставил. Какая новость, понимаешь, говорят, не готовились к войне. Все понимали, и Ленин, и Сталина. Если империализм чреват войнами, и что будет череда войн, об этом Ленин писал, Сталин все время говорил, то есть всем было ясно, что война, вот сколько протянется этот мирный период, об этом как раз разговаривают, сколько удастся это получить, оттянуть куда-то. Вот о чем стояла речь. А что, что будет, возможно, эта война, уж в этом никто из марксистов серьезных, включая Ленин и Сталина, никогда не сомневался. Раз это империализм. Поэтому и делались, то есть вся работа шла на то, чтобы набрать силу. Набрать силу, это не значит только подготовиться к войне. Набрали силу, значит, вы и в культурном отношении, и в образовательном отношении. А сейчас, наоборот, пытаются все наши вершины срезать, значит, образование уничтожить, науку ослабить, культуру, медицину и так далее. Вот что мы имеем в виду. И все это прикрывается вот этим флером, этим разговором про модернизацию, точно так же, как, ну, ничего глупее, как придумать, как облик армии, ну, просто нельзя, потому что всякие, мало-мальские, кто философию изучал на первом курсе, знают, что облик, это что, внешний вид. Это фуражки, итакины, а колыши надо сделать другие, форму какую-то взять другую, переодеть, к Идашкину пойти, пусть он нам сошьет. А мы знаем, какая это происходит. Вот это дело, сокращаются боеспособные части, причем какие, ракетные, в том числе, которые связаны с стратегическим вопросом. Вот что мы наблюдаем. И какие корабли выпускают? Корветы, стражевые корабли. Говорят, вот флот, выйдет наши, там линкоры, выйдут авианосцы, а у нас стражевой корабль. И будем мы с ними бороться. То есть я хочу сказать, что вот в этом плане, конечно, время празднования победы, как всякое празднование исторических дат, отобрения, исторических уроков и по-крупному. В этом смысле вот наше такое сегодняшнее. Павел Михайлович, а вы это? Спасибо за вопросы, спасибо за дополнение. И дополнения все очень хорошие. И Александр Сергеевич правильно пошлинул. Тем более, если сами себя будем подражать Западу и себя топить, то нам точно помогут нас самим себя утопить. Поэтому надо в нашей работе нацеливать, чтобы мы были не модернизировали, а были самые сильные, как подчеркнул Михаил Васильевич, чтобы мы превосходили всех, и тогда мы будем превосходить всех и в культуре, и в промышленности, и в идеологии. И мы тогда одержим другие победы, и никогда не будет за нами поражения. А в идеологии мы на первом месте уже выжили. Праздникам, шоссийск, великим. Спасибо.